всем привет дорогие друзья с вами яблочные эксперты в сегодняшнем видео я вам расскажу об ios 12 1 3 какие же здесь были изменения новшества и стоит ли вообще обновляться вот как можем смотреть она весит около 260 226 упс мой косяк не хочу и обновлять 226 мегабайт и что мы видим в обновлении ios 12 1 3 исправленные ошибки в сообщениях исправленные ошибки результаты которые фотография после отправки страницы экспорта могли появиться полосы какие-то исправленные ошибки которые могла появиться там где-то на ipad pro и в карпэй карплей точнее iphone xr xs xs max все остальное касается home под и что там еще ну и опять же ответ siri могла переставать слушать пользователя то есть это опять же что касается тех устройств допустим все что ниже xs или xr или xs max ну вы поняли если же у вас не эти устройства нету смысла устанавливать потому что значительных изменений я не заметил знаешь смотрите плюс-минус они одинаково работают то есть никаких изменений нет так как эти обновления не касаются именно старых устройств которые касаются 5 тест или 6 6 с и всех остальных более заметно на шестерке конечно там чуть производительность выросла не такие показатели как на 5 с и чуть быстрее работать здесь же это так незаметно здесь заметно только в appstore как прогружается и игра какая-либо вот как можете заметить и опять же это все идет польза на 1212 не как на 1213 на финальную версию и в синтетических текстах то же самое показывает то есть как синглкор как мультикор немножко выше чем это есть поэтому я вам и говорил не стоит обновляться эти обновления не касается более старых устройств если вам понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал прожимать и колокольчик дабы потом не пропускать мои новые видео всем пока